Всем привет! Вы на канале Тинта, а сегодня я начинаю новую рубрику Изи Фотошоп. Сегодня у нас главной моделькой будет Мармарис. И мы будем вам показывать маленькие уроки о том, как сделать ваши фотки лучше, круче, интереснее и... Да. Ну, короче, типа, у нас здесь есть интересная локация, это вот эта вот светящаяся штука. Мы сейчас ее обыграем, вот, Мармариска залезет на диван, будет позировать и что-то сжечь. Может, есть макбук? Давай. У тебя есть специальное лицо для фотографий. Ты сюда вверх поднимаешь. У меня нет лица для фотографий. Брят, у него есть. Есть, есть, я вижу. Вот так вот мне нравится. Круто, прикольно. В сегодняшнем уроке мы изучим такую технику, как Dodge & Burn. Переводится как осветление и затемнение. Dodge & Burn это наиболее часто используемая техника для коммерческой фотографии. Все самые знаменитые фотографы ей пользуются, потому что это самый естественный способ коррекции картинки. Существует множество способов делать Dodge & Burn, и я покажу вам его упрощенный способ. Освоив его, вы сможете перейти к более продвинутым техникам. Dodge & Burn невозможно сделать на мобильных устройствах, а можно сделать только в фотошопе. Внимательно посмотрим на картинку. Что мне не нравится, это, во-первых, жесткая тень на лице, и вот эти вот пятна световые. То есть, видите, вот эта часть, например, она у нас темная, а вот эта светлая, и вот эта светлая. И здесь почему-то очень светло. А лицо при этом в тени. Так не должно быть. Эти световые пятна, они отвлекают нас от сюжета. Поэтому я должен убрать эти пятна и убрать вот этот вот жесткий свето-теневой рисунок, который подчеркивает всю лишнюю геометрию на лице. С таким боковым светом даже самый фотогеничный человек будет смотреться неровно. Как осуществляется упрощенная техника Dodge & Burn? Во-первых, внимательно посмотрите вот на эту панель. Для того, чтобы у вас была такая же панель, вам нужно нажать окно, рабочая среда, фотография. Я использую русский фотошоп, потому что еще давно, когда я делал платные уроки, я устраивал голосование в своем инстаграме, и все люди выбрали почему-то русский фотошоп. Хотя большинство уроков на английском. Сперва я копирую фон, создавая вспомогательный слой. Теперь мне надо обесцветить картинку. Единственным правильным способом обесцветить картинку является следующая последовательность действий. Я нажимаю вот на этот кружочек в углу, цвет, и выбираю любой градиент от белого до черного. Я предпочту вот такой вот серый. Главное, чтобы значение Saturation у нас здесь стояло в нуле. Окей. Теперь вот эту заливку цветом я ставлю в режим наложения цветность. Долго объяснять, почему я делаю так, а не иначе, поэтому просто повторяйте за мной. Теперь мне нужно размыть наш вспомогательный фон. Я выделяю копию фона, иду в фильтры, размытие, размытие по гауссу. На английском это называется Gaussian Blur. Здесь я хочу выбрать такое значение радиуса, чтобы пропала вся текстура. Окей. Для чего я это делаю? Для того, чтобы лишние детали не отвлекали меня от вот этого рисунка света и тени. Собственно, перейдем к Doge & Burn. В упрощенной технике я буду использовать только осветление. Для этого я выберу корректирующий слой кривые, и здесь я выгибаю кривую вот таким образом. Теперь я снова иду в маску и нажимаю инвертировать. Что делает маска? Черный цвет у нас отвечает за непрозрачность. Белый цвет у нас отвечает за прозрачность. То есть, если я сейчас нарисую что-то на маске белой краской, я осветлю картинку. То есть, применю к ней вот этот вот изгиб кривой. Отменю действия, зайдя в историю. И теперь, выбрав инструмент кисть, вот такую вот мягкую круглую кисточку, я поставлю ее непрозрачность на 10%. Теперь я смогу кисточкой плавно осветлять все то, что мне не нравится. Начну я вот с этого пятна. Это, в принципе, не сложное действие, но все равно оно требует небольших тренировок. Вот эти все пятна, они мне тоже не нравятся. Посмотрим, что у нас получается. Вот было, вот стало. Также, естественно, мне не нравится, что наше лицо слишком темное. Я начинаю его тоже постепенно осветлять. Вот было, вот стало. Я создам еще один слой корректирующий. Проделаю все то же самое. И теперь пройдусь по лицу отдельно. Вот было, вот стало. Теперь мы можем убрать видимость нашего вспомогательного фона. Вернуть картинке цвет. И сейчас мы посмотрим, что получается у нас на данный момент. Вот что у нас было. Вот что у нас стало. Теперь, я думаю, вы понимаете, зачем это нужно. Я создам еще один корректирующий слой. Снова выключу цвет, чтобы он нас не отвлекал. Но теперь уже не буду размывать картинку, потому что мне нужно уже более мелкие детали отредактировать. Поехали. Конечно же, я не пытаюсь полностью убрать носогубную складку. Просто немножечко делаю ее менее контрастной. Посмотрим, что у нас получилось. Вот что у нас было. Вот что у нас стало. То, что я сейчас вам покажу, не входит в программу нашего первого урока. Я просто решил оставить процесс, показать вам, чем мы будем заниматься в следующих выпусках Easy Photoshop. К примеру, здесь я делаю вот этот вот разломанный ноутбук. А также я хочу, чтобы он горел. Поэтому использую футажи пламени, для того, чтобы его подпалить. В принципе, я это все делаю на скорую руку, потому что у нас еще впереди две фоточки. Надеюсь, здесь уходит хотя бы чуть-чуть для эффектности. О, как красиво. Конечно, я уже в кадре. Вот оно, твое лицо мерзкое. Твоё лицо мерзкое, ты видела свое лицо? Блин, ты так милая. Какой хуй. Всем бог людям способности раздал, тебе способность, что ты вот так милая. Обзотай на меня вот оттуда. Я как будто большой палец вот так вот показываю. О, сразу ванна заиграла новыми красками. Да, можно оттуда. Может, тебе так оставить, да. Ты возьми какое-нибудь полотенце, протри, чтобы не на жопой, на мокрой не сесть. А я буду жопой сидеться? Ну, а как ты думаешь, ты стоять, что ли будешь? Да. Самая главная проблема всех ванных ванных в том, что в них обычно убогое освещение. Оно обычно из одной точки, из какой-то. Её в первую очередь надо выключить и дальше поставить уже своё освещение. У нас здесь есть один софтбокс, который бьёт в потолок. Он немного заполняет пространство светом. И у нас есть вот такие вот фиолетовые лампочки. Одну я повесил сюда, чтобы здесь какое-то пятно было. И одну сверху, чтобы она светила на модель. Давайте попробуем разобраться с этой картинкой. Во-первых, у нас очень насыщенный задник. Это нам нужно побороть. Делаю я это с помощью карты насыщенности, используя такой инструмент, как Selective Color. Я беру все цвета, красный, жёлтый, зелёный, синий и так далее. И нижний ползунок чёрный отправляю в минус. А затем все нейтральные цвета, белый, серый и чёрный, я отправляю в плюс. Получается вот такая вот карта насыщенности, где чёрный у нас отвечает за наименее насыщенные эпизоды, и белый у нас отвечает за самые насыщенные пятна в картинке. С помощью комбинации Ctrl-Alt-2 я создаю вот такую вот масочку, где могу отрегулировать насыщенность. Вот, смотрите. Видите, у нас был вот такой вот неровный, некрасивый градиент, и он превращается в мягкий розовенький цвет, равномерный. Но, к сожалению, также и яркость падает на сюжетном объекте, а нам нужно, чтобы он оставался цветным. Я имею в виду мармориску. Я кликаю по маске. И чёрной кисточкой неаккуратно зарисовываю модельку. Как видите, задник у нас стал гораздо более мягким и приглушённым. Приступим к Доджинберну. Я объединю слои, нажав Shift-Ctrl-Alt-E. Сделаю размытие. И также обесцвечу картинку. Теперь между заливкой и вспомогательным размытым слоем я создаю кривые. Инвертирую слой. И погнали. Для начала я осветлю просто всё лицо немножечко. Особенно правую его часть, потому что на него справа падает свет. Смотрите, также у нас вот здесь вот какое-то некрасивое пятно. Волосы тоже почему-то в тени. А также у нас некрасивые складки на футболке. Кстати говоря, я не использую планшет, хотя он у меня валяется в столе. Итак, вот что у нас было, и вот что стало. У тебя есть прозрачный пакет, полиэтиленовый? Ну, можно. Ты натекаешься, да? Нет, нет. Можно налить него воды, и ты его, типа, держишь, и там рыбка, типа, и подсветить его. Такой пухтек прям вот здесь. Надо прям вот сюда вот, в кладинку. Так, чуть ближе его. Вот так вот. Ну, это самая лучшая фотка, правда? Третий раз я не буду всё то же самое рассказывать про Дочин Бёрн, просто посмотрите на это в ускоренной перемотке. А также то, что вы сейчас видите с рыбкой, это называется коллажирование или фотоманипуляции в фотошопе. Это мы будем проходить в наших следующих видосах, которые будут называться Изи Фотошоп. Поэтому подписывайтесь обязательно. Если вам понравилась эта рубрика, то будьте активными, потому что это всё-таки обучение. Не все люди хотят научиться фотошопу. И ещё напишите в комментариях, откуда вот этот вот сюжет взялся, где криповая рыжая девочка держит в руках дохлую рыбку. Когда я в процессе съёмки думал о сюжете, я совершенно не помнил, откуда это в моей голове. И только когда я обрабатывал картинку, меня осенило, где я это уже видел. Ставьте лайки, если вам это было полезно. Мы очень старались, фотки получились классные. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Мармаринскую. Всем пока! Надо нашмальться!